Вот раньше было как? Мужчина-добытчик за мамонтом бежит с копьем, а женщина дома хранительница семейного очага. Сейчас все поменялось, сейчас все по очереди бегают за мамонтом, потом по очереди хранить себе и огонь. И вот только как нужно, как правильно, мы никак не можем обсудить и решить. Поэтому это нужно срочно обсудить. Погнали! Как всегда красивой быть? Это надо обсудить. Как кредиты погасить? Это надо обсудить. Как удачно пошутить! Это надо обсудить. В общем, быть или не быть? Это надо обсудить. Бывает ли такое, что в ваших семьях вам жена говорит, слушай, ты зарабатываешь деньги, а я убираюсь, я стираю, готовлю кушать, смотрю за детьми, ты как добытчик, я как хранительница семейного очага. Или нет? Вот конкретно в моей семье, например, такого нет, потому что у меня жена работает, если жена не работает, я работаю, если я не работаю, она работает. И, короче говоря, мы всегда на работах, поэтому все обязанности нас полностью встречают дома. Когда кто-то дома, он, естественно, и обладает вот этим золотым правом делать все. И, соответственно, если дома она, она делает все, если дома я, а я, честно, я дома. Надеюсь, она меня не слышит там все. Я делаю все. Короче, как у вас? Да, в принципе, мне кажется, у большинства ситуации такая же, как и у тебя, потому что вряд ли какая-нибудь девушка, женщина, жена скажет, все, я сижу дома, я там глажу, убираю. А вот нет, кстати, есть такие, есть такие дамы, я слышу, что, ой, мне приятно сидеть дома, в этих бегутях. Я, честно, я не знаю, я не встречал. В этих бегутях, она говорит, никто не без бегутях. Нет у нас такого слова в бегутях, 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 сидеть, просто ощущать себя. Сусть реально, скажите, у кого в бегутях из вас вот сидит кто-нибудь? Никто. Никто, а что ты говоришь? Ну это я никто. В огурцах этих всех. У тебя в огурцах прям сидят? Нет. Короче, у нас все пережитки прошлого. В этих модных силиконовых масках с этими... Как они, панчи, как они называются? Панчи, это, да, панчи есть, а есть такие с блесточками, я знаю. Как панды. Нет, ну, да, да, получается, что у меня такая же, кто может, тот делает. Ну и нету такого строгого, да, что вот давай мы с тобой, ну вот получается и получается. Ну, у меня, если учесть, что у меня жена 5 лет в декретном отпуске, не участвует... Золотая, золотая женщина. А дальше точно так будешь продолжать? Нет, скажи, сколько ты еще планируешь жену придерживать на коротком полотенце? Нужно отдохнуть, вот. То есть еще третий, третий срок? Нет, нет. Ты же пособие с первого ноября. От декретного отпуска нужно тоже отдыхать, поверьте. И мне, тем более, если человек такой, как моя жена, она творческий, она любит общение, и сидеть постоянно с детьми дома, это совершенно не ее. Слушай, вот ты, вот я прям чувствую, как не ты придумала речь. Слушай, а вы, так скажи, у меня жена такая творческая, у кого не творче, они, конечно, сейчас все творческие, и чем бы ни занимались, ногти, ресницы, там, не знаю, скраббукинг, с чем там еще торты сделают. Ну что, все было нормально до того момента, когда ты произнес скраббукинг. Это с бумаги там что-то, да, вот это? Я точно не помню. Какие-то штуки делать. Да, да, да. Открытки там ходят. Ребята, а теперь главный вопрос. А как бы вы хотели, на самом деле? Да, так оно и есть, что все обязанности... Я не хотел бы себе жену-домоработницу. Ну, то есть вот прям, чтобы... Ой, ну, все, ты так говоришь опять домоработница. Ну, это же не значит, что домоработница. Ну, это же не важно, она же не в халатство будет ходить. Ну, давайте, ну, что вы начинаете? Давайте уже поговорить правду. Если жена прям дома убирает, готовит, сидит с детьми... Это кайф. Это какой-то кайф. Она превращается в бытовую такую чушку. Ну что, ну давайте, как ехать. Короче говоря, это портится. Мало кто следит за собой, когда вот столько домашних проблем на нее сваливается. Другое дело... Вот, давай, моя всегда... Другое дело... Она всегда проснулась, она сделала макияж для меня. Потому что детей отвели в садик, у нее есть свободное время, которое она может потратить на себя. А если у нее дети дома, у нее нужно приготовить, нужно убрать... Короче говоря, главное, 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 скинуть куда-нибудь детей. А дальше уже можно... Если есть, если у нее свободное время, тогда, конечно, она может за собой следить. И тогда она для тебя накрасится, и для всех окружающих. А когда у нее висит там 2-3 ребенка, она думает, сейчас приедет злой, голодный на обед, там муж, и будет кричать, где мои макароны. А я вчерашнюю гречку там еще... Мы подняли опять тим, да. Да просто не, ну вы такие прям деловые сидите. Почему Виталий когда-то так заделал, я не знаю. Я уже думаю, может все. Написали уже, что все, Саверева пытаются забрать у нас прямо из студии. Не получится. Который готовит, а потом еще моет посуду золотой. С ним на край света. Это моя жена, да, написала? Ну, конечно, кто же еще? Отбирается на цвет волос, да. Она уже покой чемодан на край света. Вот. Так, еще что там тебе прислали? Еще мне прислали, что... Ну, что там эту посуду мыть? Это же легко, типа. Кто не умеет мыть посуду? Это же очень просто мыть посуду. Ну, все правильно, опять-таки ты тоже сказал вне эфира, что дело не в умении. Да, дело в желании. Дело в желании. И действительно, как у меня, например, в квартире нет посудомощной машины, а я очень хочу ее. Но ее физически просто пока некуда пристроить. Слушайте, а я люблю мыть посуду, официально заявляю, честно, потому что тепленькая вода... Я делаю максимально теплую воду, у меня тепленькая водичка греет руки, и я всегда молчу, молчу и о чем-то думаю. Мне кажется, нет ничего лучше, чем сконцентрироваться на таком доме. Ну, это прикольно. Я не могу сказать, что я люблю, но я делаю периодически, не то чтобы тоже, опять-таки, слишком часто, но у меня и нет такого, что я не должен этого делать. Знаете, что я ненавижу? Я ненавижу пылесосить, вот правда, ненавижу пылесосить. И самое тупое решение, которое мы приняли, семейное решение в этом году, мы купили за хорошую сумму денег дорогой пылесос и, внимание, не робот, понимаете? То есть мы могли купить робот, пылесос, и он сам пылесос. За эти деньги мы недавно купили робот-пылесос. Вот, и он у меня стоит столько, сколько у Каринмана. И я вам хочу сказать, что это крутая штука, потому что он ездит, он реально как бы даже ковры умеет чистить, и при этом у меня первое время мы его назвали Геннадий. И я реально первое время испытывал некий дискомфорт, потому что я ничего не делаю, а кто-то работает в этот момент. Причем работает Геннадий, как будто бы, знаешь, какой-то дворецкий. И вот, и он ездит, там, пугает котов, но он как бы справляется с этой работой. Мне пытались в магазине, когда я покупал, говорить, нет, возьмите лучше вот эту вот палку, сейчас новая фишка, знаешь, такая, без трубок, а просто такая... Портативный пылесос. Да, 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 и говорили, что вот это круто, ну я понимаю, что я сделал сейчас очень крутой выбор, поэтому, Саня, ну, я тебе советую. Еще вопрос, ребят, у вас есть сушилка для белья, которая дома стоит? Нет. А не на балконе? У меня есть. А, нет, где развешиваются? Да, 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 короче, которая дома, не на балконе, потому что сейчас холодает, это самая крутая штука вообще, которая тоже может быть. Не надо морозиться. Часто ли вы вообще развешиваете бельецом? Расскажите. Бельецом. Вот, а что касается стирки, я вообще практически вот в этом... Не стираешь руками уже? Не подхожу к стиральной машине, Бар, практически. Ну, серьезно, и это не то, что какой-то, ну, вот мы договорили, все, вот я не подхожу. Ну, как-то так вот получается. Ну, если вы не любите заниматься вот этими вот стирками, просто совет мужикам. Вы возьмите какое-нибудь красное, постирайте с белым. Вас просто не допустят это больше. Это лайфхак. Вот тут пишут, хоть кем-то можно домом покомандовать, когда пылесосит Геннадий. Не, особо им не, как я понял, особо им не командуешь. Он сам по себе. Бывают такие ситуации, когда даже Геннадий пылесос становится в доме хозяином. Хозяин, да, да. Настолько сдал позиции. Смотри, да. Ну, это 24 февраля, может. А если доминант пылесоса робот становится, ты не подкаблучник, а кто? Под пылесосник? Под пылесборник, получается. Под пылесборник. Ну, в общем, просто есть техника, которая нам помогает. И посудомоточная машина, и все. Но вот у меня есть такая, тоже у меня есть посудомоточная машина, спасибо большое, как бы. Кому? Спасибо ее родителям. Да. Но просто самому помыть. Вот действительно, Сашка, как ты рассказывал, ты в какой-то астрал входишь, тепленькая водичка, и ты об этом что-то думаешь, и можешь действительно придумать что-то этакое. Да, поэтому все лучшие идеи, всем лучшим людям мира приходили во время мытья посуды в тепленькой водичке. Знаете, это лайфхак, друзья. Ну, либо яблоко в голову. Второй вариант. Помогайте друг другу. Наверное, да. И вообще распределение обязанностей, мне кажется, это прошлый век. Сейчас нужно понимать о том, что просто все должна делать женщина. Ну, я вот с языка у меня прям снял. Я только хотел сказать снова какую-то... И ее дети, да. И ее дети, да. И ее, именно дети, да. Не наши, а ее. Да, ладно, конечно, это все обсудили. Все, я думаю, сделали нормальное. Это, знаете, вот к обязанностям, коль уже коснулись детей, ночью, если просыпается ребенок, и кто пойдет успокаивает. Слушайте, у меня когда был маленький ребенок совсем, когда только родилась дочка, я подрывался на автомате первее всегда. Для меня это было какой-то даже гордостью, подвигом бежать к ней, что там она... Я тебе расскажу маленький секрет, и Саша тебя тоже меня поддержит. Когда один ребенок, так и происходит. Когда появится второй, иди, это твой. Первый был мой. У меня есть лайфхак, каким образом, знаешь, когда мама его кормит, и наступает момент, когда, ну, ты понимаешь, что... Мама уснула? Нет, нет, нет. У меня была история, когда я сказал, все, хватит, давай, мы как бы отойдем от этого вскармливания всего. И я ей купил текилы. Так. Она даже... Она утром проснулась. Она забыла, что отошла от вскармливания. Вот, да. Я утром ночью встал, говорил долго. Он орал. Вован орал. Я говорю, все, мама тебя больше не кормит. И вторую ночь тоже встал. По-мужски. Третью он вечером уснул, и утром проснулся. Все, он понял, как бы, что все. В общем, что папа главный. От груди. Знаете как? Мне до трех лет кормили, это чистая правда. Чистая правда. Я уже умел разговаривать, и однажды, типа, приходили гости, говорили, а где ты наш Сашенька? Я отвечал, тут я титьку цасываю, типа. И когда мама меня отучила от груди, она говорит, все, заморозили, заморозили. Я говорю, кто? А у меня на халате были зеленые и красные Деда Мороз. Она говорит, Дед Мороз. Я говорю, ну он же добрый, он же приносит детям подарки. Нет, это был злой, зеленый. Он морозит титьки мутирям. В общем, реально. Мы возвращаемся к обязанностям. Да, возвращаемся к эфиршоу. Подытожим, подытожим. Итог, какой можешь сделать? На самом деле, я тоже не понимаю, когда начинается в семье, вот, ты должен это делать, я должна это делать. Ну и какое-то распределение ролей. Да, оно, на мой взгляд, само собой все должно происходить. Лучше распределять роли в других апостасиях. В семейных. В семейных. Это чем по другому разговорам, друзья мои. Это надо обсудить. Люблю такой вывод из любой ситуации. А бы всем было хорошо. Так вот, чтобы всем было хорошо, нужно договариваться. На сегодня все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!